Всем приветики! Не знаю как вы, а лично я невероятно соскучился за топами игр на ПК, так что давайте накидаем под этим видео столько лайков, сколько не жалко, и будем начинать. А также не забывайте писать свои идеи для следующих жанровых топов в комментариях, так как игры на ПК возвращаются. Приятного просмотра! Ну а начну я с абсолютно бесплатной онлайн-игры в открытом мире реальных городов России. NextRP, где каждый сможет стать кем угодно, от обычного курьера и до чиновника из мэрии, попутно заглянув в ряды полиции, армии и даже медиков. Или же пойти по пути криминала, создав свою банду в виде клана, и захватывать города, которые уже поделены на районы. Забивать стрелку другим бандитам за их территории, и участвовать в войнах кланов не только за землю, но ещё и за производство, где без оружия не обойтись, которые теперь можно максимально кастомизировать. И это не только скинчики, но и прицелы, магазины, приклады и прочее, что визуально изменяет пушки и влияет на их поведение. Точно так же, как и тюнинг влияет не только на внешку, но и на поведение машин. У их в игре более 140 моделей, от отечественного автопрома и до суперкаров. На что, естественно, нужны деньги, которые можно заработать как вступив в одну из ранее описанных фракций, так и став бизнесменом, купив рабочий бизнес, брокером торгуя на местной бирже, или участвуя в новых PvP-режимах, как то стенка на стенку, захват флага или даже новая королевская битва, где разработчики нередко проводят турниры с призовым фондом. Проще говоря, мир игры живёт своей жизнью, на которую влияют реальные игроки. И дабы стать частью этого мира, переходите по ссылке в описании, скачивайте игру и вводите мой промокод FENOM, который поможет стартануть ещё быстрее. Так что скачивайте игру по ссылке в описании и до встречи в игре. Десятое место. Культ of the Lamp. Давно я не делал топы на ПК и уже немного запамятовал, с какого уровня железо считается слабым. Так что давайте начнём с нового листа. Напишите в комментариях характеристики своей пекарни, и от собранных данных я буду отталкиваться в следующем топе. Ибо как для меня, слабый ПК это 2 ядра, 4 гига ОЗУ и видеокарта максимум на 1 гигабайт памяти. Но повторюсь, это максимум, всё же ПК у всех разные, и я стараюсь подбирать максимально разные игры в одном топе. И вот такая долгая прелюдия к тому, что именно под это описание характеристик подходит сегодняшняя игра, являющаяся не то руководством вызова сатаны, не то инструкцией по созданию собственной секты. Притом это даже не совсем шутка. Так как основная идея игры базируется на взращивании собственного культа, что уже привлекает внимание. Но делаем мы это как первый сподвижник, отправляясь в рейды дабы сражаться с еретиками, проповедовать свою веру и добывать ресурсы, так необходимые дабы удержать паству. Ведь не учитывая, что это рогалик, геймплей подразделён на два типа, вылазки и некий симулятор колонии, где нужно следить за учениками, убирать за ними гуану, чистить, готовить еду и быть для них чуть ли не мамочкой, без которой они умирают. 9 место Lost Planet 2 Ну и уже по доброй традиции, половина топа состоит из разных новинок, а оставшиеся это некая классика или неплохие, но незамеченные в своё время старые игры, к которым относится и эта игра. Так как вышла она в 2010 году, и во многом для своего времени была прорывной, судите сами. Главного героя как такового здесь нет, есть только разные группировки пират, за безымянного участника которых мы и будем играть, то есть умирает один, берём под управление другого. Второе новшество так это полное глобальное потепление, ведь колонисты всё-таки сумели растопить льды новой планеты из прошлой части. Ну и в-третьих, персонаж мало того, что может юзать крюк-кошку, как например в серии Just Cause, так ещё и время от времени залезает в механизированную броню, а-ля Titanfall. Да и сам геймплей больше заточен под кооператив, но если нет друзей, впрягается искусственный интеллект, что-то наподобие Апекса, когда без команды в любом случае не останешься, что всё вместе выглядит как винегрет, ещё и учитывая инопланетных врагов, а точнее коренных жителей этой планеты. Но как шутер от третьего лица и следующие интересные локации, игра способна увлечь на одно прохождение. Восьмое место Despots Game Dystopia Battle Simulator Если верить системным требованиям, написанным в Стиме, для этой двухмерной пиксельной игры потребуется весьма неслабый компьютер. Однако с этим может поспорить мой старенький смартфон, на котором без проблем запускается эта игра прямиком из Google Play. Так что я решил её вписать, даже невзирая на требования к железу, ведь если она пока не запускается, можно спокойно запустить версию для смартфонов, так как это рогалик в жанре стратегии, продолжающий немало известную Despots Game, где мы в роли инопланетян добывали энергию из людей, как в Матрице, только немного другими способами. Но в этой игре пришло возмездие инопришеленцам, ведь люди, объединившись в стаю под нашим предводительством, бродят по рандомно генерируемым локациям, истребляя врагов и боссов, для чего у нас есть прокачка, различные вооружения, открываемые после нового боя, а также необходимость следить за голодом, покупая провизию в магазинах или пуская на фарш собственных бойцов при необходимости. 7 место Soul Worker Здесь, в отличие от прошлой игры, требования весьма приятные, но вот зато оптимизация хромает, и игра нередко фризит при большом количестве мобов или обилии эффектов скиллов, что в совокупности с редкими обновлениями весьма удручает. Однако и стоит учитывать, что игра абсолютно бесплатная, что позволит каждому погрузиться в анимешную ммошку, взяв под управление тянку, дабы разносить вариативных мобов в данжах. А там вдруг, если компу не понравится, вы ничего не потеряете, тем более учитывая, что игра только на английском с японском. В общем, это этакий компромисс, когда вроде и игра бесплатная, и требования небольшие, и тянки с прикольной как для анимешников графика есть, вместе с динамичной слэшерной боёвкой, прокачкой, крафтом и возможностью всё это комбинировать. А с другой стороны, без открытого мира, без пвп и без локализации. Но если не знаете, во что поиграть, можно попробовать. Шестое место. Ice in the Dark. Уверен, в детстве многие боялись темноты, на чём и строится эта игра. Ибо управлять нам предстоит маленькой девочкой, особняк которой захватила тьма. Более того, в каждом потаённом углу скрываются разные монстры, для борьбы с которыми в самом начале нам торжественно вручают фонарик, это единственное оружие на всю игру, правда, которое можно максимально кастомизировать, меняя лампочки, отвечающие за луч фонарика, который может быть или дробовиком, пуляющим светом, или автоматом, неким гранатомётом, спавнящим комки света, и просто световым мечом. Ведь им не только врагов нужно убивать, но и рассеивать тьму по особняку, дабы открывать двери прохода на следующие локации. Последние, кстати, генерируются рандомно, а вернее в рандомном порядке после каждого рестарта, ведь по канонам рогалика персонаж здесь умирает часто, после чего возрождение телепортирует нас на самое начало, что вместе с необычной стилистикой и приятным эмбиентом способно погрузить на несколько вечеров. Пятое место, Deadfall Adventures. Несмотря на то, что в игры от этих разработчиков я играю с некой регулярностью, можно вспомнить и Чернобылайт, Некровижн, Пейнкиллер, Deadfall я как-то пропустил, хотя это ничуть не менее мрачный и динамичный шутер от первого лица против всевозможной нежити, правда в новых локациях джунглей Майя, отчего тёплым приёмом нас порадуют не только обычные зомби, но и мумии, восставшие завоеватели-конкистадоры и обычные солдаты времён Второй мировой. Ведь персонаж решает скосплеить Индиану Джонса вплоть до времени, отправляясь на поиски некого артефакта, который искало уже немало людей. Но и это не самое главное, куда важнее это преодоление преград, в роли которых не только злобные враги, но и разные ловушки с кучей разнообразных головоломок. Опять же в стилистике классики приключенческих фильмов и игр, что отлично балансирует между перестрелками с картонного оружия и не даёт заскучать. Четвёртое место. Эксплоужен. Ну и коль в прошлой игре промелькнула тема головоломок, это же уже полностью базируется на таком геймплее, в котором нам дают динамит, взрыватель и карту с несколькими домиками, которые как раз и нужно разрушить, рассчитывая взрывную волну, радиус и количество необходимой взрывчатки. Что не сказать, что очень головоломно, ведь радиус здесь подсвечивается с уровнем роста карты в размерах и увеличивается количество взрывчатки. Но опять же, учитывая, что есть бесплатная демка в стиме, как раз дабы развлечь себя на время, сыграть можно, наблюдая как фаново качается мир после взрыва. Третье место. Alien Rage. Ну и ещё один шутер в топе, который в момент релиза пропустило большинство людей, так как на момент выхода были куда интереснее игры, а здесь взамен нет почти ничего уникального. Сюжет строится на борьбе против желающих колонизировать планету инопланетян. Опять. Вот только сражение происходит на астероиде, куда что странно отправили только нас одних против целой армии. Видимо, потому что просто наплевать на планету, или и так должны справиться. И ведь справляемся. Да, местами бывает сложно, особенно с боссами, но создаётся впечатление, что для героя нет ничего невозможного. Главное только вовремя пули подбирать или менять оружие, чтобы также бодро продолжать расстреливать врагов, сунущих на нас пачками, что также в космическом сеттинге с обилием красок делается достаточно увлекательно. Ну, как для любителей шутеров, к которым я отношу и себя. Второе место. Helldivers. Кстати, говоря о космических сражениях, это ещё одна игра в таком сеттинге, но с абсолютно другой идеей. Ведь львиная часть геймплея вращается вокруг кооператива, где мы с двумя друзьями или другими игроками высаживаемся на очередную враждебную планету, дабы выполнить как можно больше поставленных задач. Среди которых истребление коренных народов, захват точек, установка ПВО и подобные, с последующей эвакуацией в заранее отмеченном месте. И да, это всё повторяется от планеты к планете, что по идее должно быстро наскучить. Однако этого не случается, как за счёт Dream Team, где каждому отводится отдельная роль, так и без неразных мелочей. Начиная от экипировки перед десантированием, с кучей оружия, прокачкой и стратегиями, и заканчивая активностями на карте, от поиска мин с последующим разминированием и активации механизмов путём последовательного нажатия стрелочек. Что, ну во-первых, нужно сделать быстро, во-вторых, правильно, в-третьих, защищаться от врагов, а если где-то накосячить, обязательно будут последствия. Так что даже однотипные высадки в коллабе с друзьями играются весело. Ну и первое место, Kiwi. Ну и коль заговорили про кооператив, то такой игрой и закончим. Тем более, что она схожа по требованиям к ПК с культов The Lamp, с которой мы и начинали. Правда, играем мы уже не за баранов, а за птичку Kiwi, выполняющую разную работу. При том, где каждый уровень привносит что-то новое, а смена времён года преображает даже старые локации, привнося ивенты. И это при том, что сами загадки не столько на сложность, сколько на реакцию и скорость, за счёт чего повеселиться с другом или подругой можно без проблем. Хотя играть можно и в соло, но именно в этой игре такой режим смотрится скорее как дополнение к кооперативу. Ну а на этом сегодня всё. Пишите, как вам такие топы, возможно, стоит сделать какие-то жанровые. Спасибо за просмотр, не забудьте поддержать видео лайком, а канал подпиской. И до встречи в новых или старых видео.